И давай посмотрим топ-10 лучших команд, поскольку мы уже выходим на финишную прямую, мы из всех выбираем, то есть не обязательно два финалисты на двух первых местах, просто десятка за весь турнир, вне зависимости от того, кто когда вылезал. Ну вот у меня примерно так получилось. Испания и Германия две лучшие команды. Дальше, наверное, самое яркое впечатление и качество футбола Швейцарии продемонстрировала. Англия со всеми вопросами все равно четвертая, просто потому что ко всем остальным вопросов еще больше. Ну и дальше можно посмотреть, кто из вылетевших команд где тут располагается. Наверное, если вы будете тут такие базовые вопросы формулировать, то спросите, где Турция? Вот из Словакии я включил, которая вылетела намного раньше, Турцию не включил, но честно говоря, мне Турция по качеству футбола понравилась, наверное, только против Нидерландов частично. Все остальное очень стрёмно, нестабильно. Чехи в меньшинстве кучу моментов против них создали. Грузия тоже очень много имела шансов и там скорее равный матч был. В матче против Австрии один тайм хороший, но во втором их просто уничтожали. Но против Нидерландов они достойно сыграли. Ну, мне кажется, что Словакия, команда, которая играет где-то только 60 минут, но команда, которая безупречно обучена тактически, больше заслужила место в десятке. Ну, все остальное примерно так вот аранжировал с учетом проблем, которые были у каждой из команд. Что к тебе бросается в глаза? Кого бы ты опустил или подвинул выше? Ну, в целом нормально. Нормально расставлено на десятка. Я понимаю, что критерий — это то, как ты видишь качество. Конкретно качество игры. Даже не результат как таковой. Ну да, результат слишком очевидно было, но просто можно по стадиям. Но тогда ты все равно пытаешься совмещать. Если ты англию ставишь четвертый, ты все равно пытаешься подмигнуть, что мы, конечно, по поводу качества игры говорим, но не можем не учитывать результаты. Это, пожалуй, да. То есть есть финалист, и, наверное, ты его можешь поставить ниже второго места, но вопрос, насколько ниже. И да, можно назвать это подмигнуть, можно назвать это каким-то байсом. Наверное, я тут тоже от этого не избавлен. И вот действительно outcome — это получается байс в основном результата. Есть такое, есть такое. Признаю, Англия слишком высоко. Но я думаю, что хейтеры в комментариях напишут, что она еще слишком низкая, поскольку она в финале. Мне кажется, чуть высоковато еще Германия и Швейцария, потому что Швейцария, нам кажется, лучше, чем она является, потому что, наверное, самое крутое из решений, работавших по ходу всего турнира, у них было. И немцы... В то же время Швейцария ни одного матча по содержанию, наверное, не проиграла. Ну да. И у них были трудные соперники. Даже Италия — это формально трудный соперник. Да, они ее просто не почувствовали. Вот просто не почувствовали вообще. Ну да, наверное. Ну и немцы... Ну мне просто сама по себе кажется, как казалось, так и кажется, нестабильная эта структура, когда ты используешь, очевидно, заканчивающего игрока, карьеру игрока после турнира в качестве игрока нижней линии. И при этом у тебя всего лишь один контролирующий полузащитник, собственно. Это сказалось, как минимум, в ситуации с первым испанским голом. Когда Андрих упал уже в линию обороны, причем сразу упал, еще мяч только на фланг пошел, Андрих уже упал в линию обороны. И фактически Кросс должен был один оборонять опорную зону. И передача от Ямали прошла, вот первый гол испанцев. Через всю штрафную никто не встретил, никто не перехватил эту передачу, никто бьющего не встретил. В общем, это заложенная схема, структура... По-моему, тогда был на поле Джан, а не Андрих. Значит, я про второй гол говорю. Но это не важно, мне кажется, Андрих подсел там. Может быть, Джан, может быть, Джан. Но так или иначе, там было два опорных полузащитника. Одного сразу сдуло в линию обороны, как только за нападающим выдвинулся та. Та выдвинулся за нападающим. Сразу на его место нырнул опорный, чтобы не было разрыва в линии. И до конца эпизода он доигрывал уже в линии обороны. Нет, ты прав. Действительно, при Великом Эмриджане такой фигни не было. Да, но Андрих... Вообще не пропускали голов. Андрих ведь до этого не играл с Данией. Он тоже постоянно играл в линии обороны. Ну, в общем, мне кажется просто устойчивый. Опять же, если про клубный футбол говорить, мне кажется, что это слишком устойчивая структура. Особенно учитывая, что ты все-таки возрастного игрока, у которого отбор не лучшее качество используешь при переходе в позицию одного из ключевых игроков, который должен мячи отбирать или там перехватывать. Ну, это может против тебя сыграть, что в итоге так и случилось против немцев. Это в главном... В главный момент сыграло против них. Хотя в итоге они этот матч выиграть должны были, мне кажется. Да, если совсем честно, это может нас в такие философствования не очень неприятные про этот турнир пустить. Ну, то есть, уверенно, можно быть только в первом месте сборной Испании, а дальше просто мы ранжируем по тому, кому меньше вопросов, чем к остальным. Вот к Испании вопросы, может быть, только слишком циничны второй тайм против Франции, и может быть, когда они глубоко садились против Германии и Хорватии. Все, в остальном Испания почти безупречная команда, точно выглядит как вполне ровня другим победителем соревнований в сборных. А дальше каждая команда, это типа... Большой вопрос есть, да. Хочешь, я эту команду замочу, а эту еще сильнее замочу. И в итоге вот приходится... Да, ко всем есть вопросы, да. ...выбирать.